Всех с новым патчем. Думаю, вы бы не простили, если бы я первым делом сделал обзор на что-то другое, а не на... ТРАКТОР! Вообще не знаю, почему все это чудовище называют... ТРАКТОР! И откуда это пошло, больше выглядит как самоделка для охранников Дикси. Тем не менее, у нас в игре он сидит на боевом рейтинге 4.3, видимо из-за подвижности и плохого опыта R3, так как ЛВТ с более хорошей автопушкой находится на 2.3. А? Что? Я уже спойлернул плохую автопушку? Хотя, знаете, я даже не скажу, что сама автопушка плоха, нет. Несмотря на то, что при виде из кабины этой напоминает сноураннер, эта кабина мешает стрелять вперед. Даже этот стульчик мешает стрелять вперед. Поэтому нужно практически боком вставать для стрельбы по танкам, закручивать их из-за этого тоже тяжелее. Смотреть из-за угла можно только в одну сторону и еще учитывать время, за которое свои вертушки покрутит наводчик. Дружба это когда один явно что-то захавал и сидит дергается, а другой спокойно по этикету сидит, залипает и... наверное тоже что-то захавал. А то, что... ТРАКТОР! Хочет дрифтовать на высокой скорости, это отдельный вопрос. Подвижность, кстати, не такая уж и крутая, разгон довольно долгий. Во всех трех лентах снаряды одинаковые, отличаются они только их очередностью. И да, в борта и уязвимые места мы пробиваем много кого, но делать это очень неудобно. И угадывая ваши комментарии, я скажу, да, на 94КМ тоже нельзя стрелять вперед, но учитывая в ЛБР их характеристики, играть на совете удобнее. Ездить задом, скажете вы, нет, потому что задний ход тоже плохой. Ну и брони, конечно же, нет. Поэтому это даже близко по удобству не R3. 4.3 этой машине, как противотанковой зенитки, много. Другое дело, что это выдуманное понятие, и как обычная зенитка, это... ТРАКТОР! Хорош. БК бы ему побольше или ленту подлиннее, не знаю, а пока ниже среднего. Напоследок скажу, что Тойота с пулеметом тоже вперед стрелять не может. И будет ли она нормальной? Вот и живи с этим. ТОТРАКТОР!